Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. — Прощай, брат, хоть жаль мне, не скрою, но всё же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пёстрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два кария глаза с почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен, бедняга? Эх, будь ты хорошей породой, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте, как бык, потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам из сил выбиваясь за красным мелькающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова в кровь лапы, а камни разбиты, что выпрыгнуть сердце готово наружу, из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силой вдруг разом оставили тело. И, стукнувшись лбом о перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, ведь, может быть, тело дворняги, а сердце чистейшей породы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok